Привет, дорогие друзья! Ну, это, собственно, то, что я анонсировал. Великолепное расследование моей однофамилицы Ольги Шарий. Как бы я мог это назвать? Вы по-любому это посмотрите от первой до последней секунды. Потому что это очень интересно. Как бы я мог это назвать? Как взять деньги у Ахметова? Скроить часть денег от Ахметова? Быть рекомендованным Ахметову через российского одиозного певца? Как после этого обманывать государство? И при всем при этом, как выглядеть супер-патриотом и рассказывать, как жителей Донбасса надо травить диклофосом? Вот такое вот превью. Приятного просмотра. Я думаю... Да нет, я просто уверен, что это расследование круто в очередной раз изменить жизнь очередного долбанного лицемера. Как там? Воля народа! Воля народа видеть это видео. В сегодняшнем видео речь пойдет о депутате Евгении Рыбчинском. Так я хочу, чтобы сегодня им стало ясно, на какой земле они живут. Они живут на нашей украинской земле. За украинскую мову! Если вы смотрите мои видео, то вы наверняка помните мое расследование о жизни его жены в Соединенных Штатах Америки. По ее инстаграму, да и вообще по ее образу жизни, мы понимаем, что никакие 40% Юля в США не проводит. Юля там живет вместе со своими детьми. Вот, например, если вы захотите снять дом в Истине, то вы можете легко это сделать за 5, 6, 3, 5, 800 тысяч долларов в месяц. Это не очень сложно. Тогда я рассказала, где живет супруга Евгения Рыбчинского и где живут его дети. За сколько приблизительно они живут и сколько денег он задекларировал. Но сегодня мы поговорим о другом. Сегодня ситуация немного изменилась и изменилась в очень интересную сторону. Вы сейчас продолжаете жить в Соединенных Штатах? Да, я здесь. Вы живете, вы жили в городе Истин, да, если я не ошибаюсь, насколько я помню? Это пригород Нью-Йорка, да? Это пригород Нью-Йорка, это другой штат. И сейчас вы продолжаете там же жить, в городе Истин? Нет. Нет, из города Истин мы уже съехали давно еще, в начале октября месяца. Потому что супруг оставил нас в августе месяце без копейки денег на счету. И больше никогда не вернулся. И больше никогда не позвонил. И, соответственно, за неуплату. Что-что? Вы арендовали, да, дом? Да. Сколько он стоил, если не секрет? Четыре тысячи в месяц. А ваш муж бывший, будем называть его бывший, он бы уже давали интервью Комсомольской правде, я посмотрела несколько изданий, и он после этого сказал, что нечего комментировать одним предложением между мной и Америкой, моя жена выбрала Америку. У нее в Украине есть дом, Мерседес, родители и алименты. Просто она ненавидит Украину, заявил Рыбчинский. Соответственно, у меня вопрос. Начиная издалека. Когда вы выбирали свою жизнь в США, я так понимаю, вы выбирали ее вдвоем. Чем это было обусловлено? Я, конечно, всего, это было, как он еще очень долгие годы гордился, у меня есть даже свидетели этого, как он говорил, мы даже спорили, что я говорила, мы выбирали вдвоем, а он настаивал на том, что это именно он выберет. Но вместе с тем, получается, когда вы рожали, потому что Евгений Рыбчинский это человек, который очень радикально относится к украинскому языку, к патриотизму, к украинскому гражданству. И такое внимание к Евгению Рыбчинскому, безусловно, обусловлено его позицией, потому что его позиция очень радикальная по отношению к тем, кто поступает не так, как настоящий и правильный украинец. Они живут на нашей украинской земле. Только украинскими гражданами. Стоят только на проукраинских позициях и крапка. Ну, получается, когда вы рожали своего второго и третьего ребенка, вы получили два американских гражданства. Вы не остановились на украинскому гражданстве, вы получили два американских гражданства. Да, потому что тогда мы еще смотрели в сторону. Иногда я начинаю себя слушать. Мы смотрели, как семья, мы не поменяли, несмотря на его депутат в начале, никто не менял наши планы. Что я поняла? Этот человек очень интересный. Вот он как флюгер, вот куда ветер подует, мне так это стало интересно, я даже не представляла, что это мой супруг такой. Куда ветер подует, вот таким он и становится. Я буквально вот на днях села в машину, я просто обалдела, я не успела выложить это на Фейсбуке еще. Я выкладывала в Инстаграме. Песня, написанная буквально за год, записанная в его альбоме, которая называется «Я был когда-то другим». За год до событий на Майдане. И там есть такие слова. «Я был когда-то другим», «Вставал, когда играл гимн», «Теперь я не патриот», «Скорее наоборот», «Теперь я космополит», «Моя душа не болит». Это были его слова ровно за… «Ви писали пісню російськую, писали?» «Писал, да». «Али, снова таки, я всі 90-ти писал только украинскую, феймова». «Может быть, он большой патриот стал?» «Не-не-не, смотрите, как все менялось, опять же, когда мы поехали в Америку, он начал говорить о том, что его ущемлял как-то Янукович, о том, что его притесняли, и его бизнес, притесняли бизнес, и вот он спасается. Ничего такого даже близко не было, никакого притеснения не было. Свои бизнесы он загубил сам, так оно совпало еще, что он в журнал вложил все свои деньги, в это время появился интернет, и продажи загнулись, и все, никакого притеснения не было. Но он эту ситуацию решила в свою пользу, как бы использовать, что вот моя семья, мы были притесняемы, мы уехали в Америку. А теперь, после того, как вышла передача «Гроши», оказывается, что после выхода передачи «Гроши» о жизни семьи Евгения Рыбчинского в США, Евгению Рыбчинскому срочно понадобился технический развод, для того, чтобы отстраниться от своей семьи. То есть человек не думал о том, что его семье нужно возвратиться в Украину, у него не было таких планов. Ему нужно было показать, что с семьей он своей не связан. У декларации нардепа про володиня чи оренду цього дому а не слова. А кому належит будинок в штате Истон, в месте Истон, штате Коннектикут, в яком проживая ваша дружина? Я не знаю. После этой передачи Женю прихватила НАБУ. И у меня есть даже эти скриншот нашей переписки, где он пишет «Мне нужен развод, нам нужен развод, поверь мне, это типа нужно мне и нам и всем». Получается, вы оплачивали со счета какого-то? Или наличкой? Что-что? Вы дома оплачивали со счетом или наличкой? Что-то у меня есть счета. У вас счет. А на имя Евгения существуют какие-то счета в Америке? У нас этот счет, этот счет, он общий на его и на мое имя. Сколько стоит цей будинок на ренту? Я не знаю. Вы навіть не знаете, за який грой мои питания. Но оказалось, что Евгений Рыбчинский врет, потому что он прекрасно знал, сколько стоимость дома. и сколько ему придется платить. Причем, в договоре аренды прописано, что ежемесячная оплата 4100 долларов, в год ему придется заплатить 49 тысяч долларов, а оплатить это все нужно не наличкой. Это даже прописано в договоре. И подписывался он лично Евгением Рыбчинским. По декларации и 2017, и вот последней декларации, он заработал за год 450 тысяч гривен, как зарплата в Верховной Раде. Дома у него хранится 152 тысячи гривен. Только на один дом получается, он тратил там порядка 50 тысяч долларов на аренду дома. Что это за деньги и откуда эти деньги? И мы сейчас еще поговорим с вами за его новый дом, который он купил. И самое интересное начинается сейчас. Потому что у депутата, который задекларировал заработной платы чуть меньше 20 тысяч долларов, оказывается, все это время были счета в Америке. И каждый месяц там активно снимались и пополнялись деньги. Так, например, мы начнем смотреть счет, зарегистрирован на Юлию и Евгении Рыбчинского в декабре 18-15 года и январе 16-го года. Выписка за один месяц. Здесь мы можем увидеть все траты, которые производились за месяц. Более того, именно с этого счета списывалась рента за дом. Здесь мы даже можем это увидеть. 4 тысячи долларов. И в итоге за месяц снималось, более того, посмотрите, съем 100 тысяч долларов. И в итоге за месяц 90 тысяч долларов пополнялось, а снималось 120 тысяч долларов. Но мы идем дальше. В 2017 году в январе, например, мы точно так же можем посмотреть. С ним было потрачено за один месяц 26 тысяч долларов. Причем пополнено было 30 тысяч долларов. Пополняли разными образами. Это были и переводы, всякие карточные, трансфер, и были пополнения из банков банкомата. В 2018 году берем один всего лишь месяц, история повторяется. 21 тысяча долларов потрачено, 25 тысяч долларов пополнено всего лишь за один месяц. При том, что Евгений Рыбчинский не зарабатывает таких денег официально в Украине. даже за год. Конечно же, у него нету никаких источников дохода за границей. Он пишет все, откуда у него деньги. И это всего лишь заработная плата депутата. При этом откуда-то у этого депутата появляется вот, пожалуйста, посмотрите, кэш-депозит, которые клали 3-3-3-3-3-3 за раз 15 тысяч долларов. Откуда брались эти деньги, неизвестно. И в итоге, после того, как у Юли и Евгения случился конфликт в их браке, Евгений все деньги снял со своего счета и оказалось, что на счету даже минус. Поэтому, что в сентябре 18-го года мы можем посмотреть, как сам лично Рыбчинский Евгений снимал последнюю тысячу долларов, переводил кредит-кард автопей. На этом заканчивается история банковская. Когда он оплачивал, построил в этом поселке Красное Первое? Да, но это не новый дом, это наш дом. Он появился в декларации только в 2019 году, получается. Опять же, потому что он уходил от уплаты налогов. Да, это мой дом. Но более того, настоящий патриот своей земли знает, что разговаривать нужно исключительно на украинском языке. При этом, 4 года он держал свой достроенный дом, он держал в декларации как объект незавершенного будивництва. И только после того, как его прижучила программа о гроши, он добавил в свою декларацию не только аренду дома в США, более того, он уже официально добавил свой давно достроенный дом в декларацию как дом. Правда, стоит этот дом в декларации всего миллион девятьсот тысяч гривен. Это шестьдесят тысяч долларов. Но мы решили и посмотреть, что это за дом такой классный за шестьдесят тысяч долларов. долларов. А вы охранник, то есть? Да. А вы здесь, ну, живете в этом доме? Я же не на частную территорию вторгаюсь. Так я журналист. Ну, здесь, конечно, круто. короче, чтобы вы понимали, это все территория прямо возле озера. Прекрасное место для вишки на зиму. Это все его полянка. КОНЕЦ Да, ну, получается, дом, у него описана стоимость этого всего. Шестьдесят тысяч долларов он стоит этот дом. Дома? Да, в декларации написано, что стоимость шестьдесят тысяч долларов, конвертированная в гривны. у меня скриншот, он на продажу выставлял этот дом за один миллион три, четыреста, за миллион четыреста. Сначала миллион пятьсот долларов, потом миллион четыреста долларов. Я не знаю, какие шестьдесят тысяч долларов. Но получается, он... Мы вложили, мы тратили, чтобы построить этот дом, больше миллиона долларов. Оказывается, действительно, дом, который стоит сейчас по декларации шестьдесят тысяч долларов, год назад был выставлен на продажу, когда еще в браке не было никаких проблем. Евгений решил, что ему слишком дорого обходится содержание дома, потому что его семья в Америке, он живет в этом доме один, и он решил выставить его на продажу. И объявление о продаже до сих пор сохранилось на сайте. Вот этот дом. Шикарно, шикарно. Если вы вдруг захотите, если вы вдруг найдете это объявление и захотите купить этот дом, помните, что вы можете позвонить всегда Евгению Рыбчинскому и попросить продать вам этот дом всего за шестьдесят тысяч долларов. Это отличная цена, вы больше нигде такого предложения не найдете. Ничего, что год назад он стоил миллион двести пятьдесят тысяч долларов, это все неправда. Вы звоните смело и говорите, что по декларации это он шестьдесят тысяч долларов, а вы посмотрите, сколько вы получаете за шестьдесят штук, и лаунж-зона сауны, и спортзал, и бильярдную, и кинозал, и котельню, кухню-гостиную с каминным залом, мастер-бедрум, у вас все будет, посмотрите, здесь все распространено, я промолчу, извините меня, площадью один га выполнен ландшафтный дизайн, и все это вам достанется за шестьдесят тысяч долларов. Звоните, не стесняйтесь, больше вы таких предложений не найдете. Получается, у вас по декларации заработал он четыреста пятьдесят тысяч гривен, вы в декларации, получается, это общий семейный доход. Дом вы вкладывали туда, по вашим словам, миллион долларов, плюс вы жили в Америке, только аренда дома стоила больше сорока тысяч в год. Что это за деньги, и откуда эти деньги? Вы же должны знать, откуда эти деньги. Ежемесячно в конверте получал двадцать тысяч долларов от зарплаты депутатов. В своей группе, группа называется «Воля народа», Москаленко Александр, глава этой группы, ежемесячно платил ему двадцать тысяч долларов зарплаты, только поэтому он перешел в эту группу. И стал, он же был беспартийный, а, хотя он и в партии был, баллотировался он как беспартийный, потом он пошел в партию Порошенко, а потом, когда он понял, что в партии Порошенко никаких денег нету, вот, он принял предложение группы «Воля народа». Двадцать тысяч долларов зарплату он получал. Я не имею, я абсолютно была уверена, что это зарплата депутата. Значит, у меня есть справка для консульства Америки за 2015 год, в которой выданная Верховной Радой Украины, в которой зарплата его составляет десять тысяч долларов в месяц. Выданная аппаратом Верховной Рады Украины с печатью, с подписью, с номером справки. Я еще эту справку собираюсь отправлять в консульство, в Американское посольство в Украине, чтобы его лишили визы американской. Дом было вложено до того, как он стал депутатом. Дом построили до того, как он стал депутатом. Вот этот дом построили до этого? Был построен. Конечно, мы дом построили еще до того, как он депутатом. Я строила дом лично этот. А почему он в декларации появился только в 2019 году? Что? Он в декларации появился только в 2019 году. Потому что он не хотел платить за него налоги. Он стоял как недострой, специально, чтобы уйти от налога на дом. Он не хотел платить налог на дом. И, наверное, он имел какой-то план по поводу меня, который он сейчас пытается внедрить, чтобы со мной не поделиться этим домом. Наш конфликт основывается на том, что он хотел получить расход. Он сказал, что мне нужен технический развод. У нас в группе все сейчас так делают, потому что меня схватили за задницу насчет этих денег. И я хочу... Это надо, так надо сделать. Я говорю, Жень, я, конечно, понимаю, но у нас даже есть эта переписка. Я говорю, но развод — это развод. Как это? Технический, не технический? Значит, давай подписывать какие-то документы, что ты содержишь детей. У меня трое детей, понимаете? Как я могу? Я здесь, он там. Он хочет со мной развестись. Вот вдруг на ровном месте. Потому что единственное пятно на моей репутации — это семья в Америке. Это первое. Потому что тогда, когда мы уезжали, это было выгодно говорить, что вот мы уехали, нас Янукович присылал. А теперь это стало невыгодно, потому что люди начали говорить, ну вот, вы такой же, как и все. Вы наваруете и уедете. Дружина 80% часу проводить в Америце. Как ты часто бачишься с сыном? Ну, по-перше, не 80, а 40. Джордж и Еван, сини с такими именами, точно приречені на життя в Америце, не в Украине. Как складайте життя в Америце? Ви отримували грин-карт. В жодного Рибчинского немає грин-карти, и я очень боюсь, что мы украинцы. Грин-карт и украинский паспорт не соперечать одне одному. Враховывая, что у нас их нет, мы говорим только то, что есть. Вы так нервуете, как на что-то натрапало справедливое. Все планы поменялись ровно после выхода вот этого передачи, вот этой дебильной гроши, извините за выражение, потому что я считаю, что после этой передачи была разрушена моя семья, и это повлекло не те совершенно последствия, какие ожидались. То есть разрушили семью, потому что оказалось, что для этого человека важнее его статус депутатский. И действительно, раньше Евгению было очень удобно, потому что он говорил, что так как он честный, правильный депутат, он просто держит свою семью в США на расстоянии, чтобы на него не давили и не влияли. Но после того, как гроши выпустили свое расследование о жизни семьи в США, он понял, что немножко не подействует, потому что в декларации это все не указано. Тут надо понимать, что если ты уже стал политиком, то вопрос, где перебывает твоя семья, это, скорее всего, вопрос о твоей особенной безопасности. Если я хочу двигаться дальше, чтобы на меня не можно было наиболее впливать, мои близкие, мои родители мают быть подальше от влади. Это майно мают быть задекларированы. Что мы имеем? Дружина Рибчинского с родиной много лет проживает в США. Факт. Оренда такого домика стоит много денег. И это только домик. Зазначим, что женщина нардепа не работает и поддерживает трех детей. Это как его второе крещение, я бы сказала, это депутатство, потому что он все время ходил вот такой недооцененный. Он все время жаловался, вот я такой великий, и меня никто не ценит. И вот когда он попал туда, он понял, почему все вдруг перевернулось. У нас были одни планы, и тут вдруг все, он мне начал говорить, я не хочу быть водителем трака в США. Здесь моя публика, вот здесь я Рибчинский. Да, я еще могу сказать, кто ему. Это вообще смешно. Но это опять же мои слова. Кто ему дал деньги на предвыборную кампанию, чтобы он стал депутатом? Кто? Ахметов. Ахметов? Почему? Значит, да. Эту информацию никто не знает, и только я, это большой секрет. Ринат Ахметов. И как он дал мне тоже, кому он нужен, почему Ринат, потому что позвонили Игорю Крутому через Жениного папу и организовали эту встречу. И Ринат Ахметов дал ему миллион долларов на предвыборную кампанию. Из этого миллиона 300 чем-то тысяч он сумел сэкономить и положил вот на мой счет, который у меня тоже есть. Вот это единственные деньги, про которые я знала. То есть, я не знаю. А он по мажоритарке, да, шел? Все остальные зарабатывают. То есть, что-что? Он по мажоритарке, да, шел в депутаты? Конечно, чтобы пойти по мажоритарке, нужно очень большим. Иначе туда никак не попадет. А почему именно Ахметов? Почему, в чем был интерес Ахметова в Рыбчинском? Зачем ему давать на мажоритарку? Потому что, знаете, как вот умовство. Вот пришел Крутой, попросил за него, и Женя, наверное, ему что-то рассказал интересное. Он умеет рассказывать. Я опять же говорю, что это его талант, манипуляция словом. Но потом, после того, как у него началась вот эта риторика, что те, кто на Донбассе, это тараканы. Хотя, для меня это было вообще... Когда он это писал, у меня там моей мамы брат. Ни с каким Ринатом Ахметовым он больше встретиться не смог ни разу. То есть, как он не хотел, как ему не нужно были еще деньги. Вот. По итогу вы заметили, что все в этом видео, практически все, документально подтверждено. И оказалось, что большой-большой патриот, который рвет на себе рубаху за украинский язык, на самом деле делает все. Все, чтобы не заплатить лишние копейки в Украине. Чтобы не заплатить лишние копейки налогов. Чтобы не задекларировать лишние копейки и не дать эти налоги украинскому государству, которое он так любит. Со своей стороны, я как журналист должна предложить площадку, свой YouTube-канал для Евгения Рыбчинского, если он захочет объяснить, откуда же у него были деньги на содержание его семьи в США, на 20 тысяч долларов, 20 плюс тысяч долларов, каждый месяц пополнения своего счета в Америке, в то время, как он зарабатывал за год в Украине 10-15 тысяч долларов. Но чего-то мне кажется, что ему нечего будет ответить, как и всем им. Подписывайся. Пока. Боже, Матер Боже, от чему так происходит? Чему так происходит? Ну, во-первых, люди заходят достаточно молодыми, и я бы сказал, что они не готовы до таких попробований, до таких спокойствий.